Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты на календаре 1 июня, вторник. О том, какую погоду ждать, мы узнаем прямо сейчас. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь. Гроза днём в отдельных районах сильной с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, в горах 5, плюс 10. Днём 21, плюс 26, в горах местами 15, плюс 20. В Черкесии ночью небольшой дождь, днём кратковременные гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днём 24-26 градусов тепла. Далее мы расскажем о главных событиях, происходящих в жизни республики. Спасатели Карачева-Черкесского филиала «Русгидро» приняли участие во всероссийских командно-штабных учениях МЧС России. Они демонстрировали практические навыки по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций. В России начался основной период сдачи ЕГЭ. Накануне сдали 11-классники географию, литературу, химию. 3-4 июня пройдёт экзамен по русскому языку. В Карачаево-Черкесском госуниверситете много талантливых студентов. Каждый может найти для себя что-то интересное. И недавно там образовалась университетская футбольная команда «Барс», которая участвует в различных соревнованиях. Невозможно представить жизнь человека без электрической энергии. Это наш верный помощник, а если с ним неправильно обращаться, становится опасным для жизни человека. Что такое электричество, откуда оно берётся? И нужно знать, что при его использовании эти и другие вопросы подняли на уроки по электробезопасности. Он состоялся в третьей школе Черкеска. Провели занятия для школьников сотрудники Карачаева-Черкесского филиала «Русгидро». Насколько серьёзно дети относятся к электробезопасности, убедилась Альбина Ламкова. В ходе тематических занятий дети узнали, какие бывают энергообъекты, почему нельзя играть вблизи них, какие предупреждающие и запрещающие знаки существуют, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в том числе, что делать, если увидели оборванный провод. В преддверии каникул особо важной была тема использования бытовых электроприборов, которые окружают детей дома. Школьникам представили видеоролик. В нём подробно была раскрыта тема электробезопасности. Шепсельную вилку при включении в изучение приборов нужно брать за пластмассовую колодку, а не за пролок. Затем гидроэнергетики рассказали детям, почему нельзя проникать в трансформаторные подстанции, разжигать костры и ставить палатки под линиями электропередачи. Впереди каникулы, и все, естественно, вы будете отдыхать, играть. Что касается линии электропередачи, когда вы играете в футбол или в теннис, случайное прикосновение к таковедущей части, то есть к проводу, воздушной линии электропередач, или же к какому-либо коммутационному аппарату. И в коем случае дотрагиваться нельзя. Ребята, в свою очередь, задали немало вопросов. Рассказали, что больше всего их заинтересовало. И привели личные примеры с негативным проявлением электричества из своей жизни. Когда был Новый год, я гирлянду потянула за провод, а не за пластиковую. И меня очень сильно ударило током. Ну, конечно, я никогда не сталкивался с такими оголёнными проводами. Но по мне лёгкий ток проходил. Вот знаете, как стиральная машина стоит, и возле неё раковина. Когда я мыл руки, она была включена, ток проходил лёгкий и чувствовал. Так это мама стиралку включает, а в воде тоже электричество. Когда я играла в мячик и стояла возле трубы, и там была молния. И молния, то есть когда гроза попала в трубу, и меня ударила в спину чуть-чуть. Я тогда испугалась. Проведение уроков по электробезопасности в школах нашей республики стало традиционным. Также для школьников организуются экскурсии на гидроэлектростанцию. Сегодняшний урок не только важный, но и полезный. Детям объяснили, насколько необходимо электричество и насколько оно может быть опасно. А также объяснили, насколько важно знать правила и соблюдать их. Альбина Ламкова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит информационный выпуск на черкесском языке. Мы встретимся в 9.34. Оставайтесь на канале Россия. Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о погоде. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь. Гроза днем в отдельных районах сильной с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. В горах 5-10, днем 21-26, в горах местами 15-20. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем кратковременные гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 24-26 градусов тепла. Сегодня в первый день лета – День защиты детей. Этот праздник, с которого начинаются летние школьные каникулы, ассоциируется с беззаботным, веселым временем детства. По традиции, 1 июня по всей республике проходят различные благотворительные мероприятия, театрализованные представления с героями сказок и мультфильмов, и, конечно, с угощениями. Увидела свет-то новая книга члена Союза писателей России, народного поэта Карачаева-Черкесии Башира Бачаева. В поэтический сборник под названием «В преддверии новолуния» вошли абсолютно новые стихи автора. Книга двуязычная и включила в себя разные формы и жанры. О новой книге, о любви к фольклору и посвящениям, о том, как научить любить поэзию, обо всем этом и многом другом. В эти минуты в нашей студии Башир Османович расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Башир! Взаимно! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Поводом для нашей очередной встречи стало то, что увидела свет ваша книга. Это поэтический сборник. Называется он «В преддверии новолуния». Подскажите, пожалуйста, нам, это, как всегда, разные стили, разные формы? И я знал, что сюда вошли абсолютно новые стихи. Ну, обычно я пишу и двухстища, трехстища, четверостища, рубаи. Ну, сюда включены все эти формы и санеты. И, конечно, своя новая форма, в отличие от восточных, там короткие санеты. Я их назвал горные санеты. Долго вы работали над этим сборником, если это абсолютно новые стихи? Потому что совсем недавно выходил ваш предыдущий сборник. Обычно так получается, что вот вдохновение проходит, и мгновенно пишешь. И бывает, что за день можно писать 20 стихов, и бывает, вообще ничего не напишешь. Это зависит от состояния души, от состояния сердца. А бывает, что совсем не пишется, вот не строчки? Бывает, да. Даже двухстища не сможешь написать, если не приходит. Вот в какое время суток, в какое время года, в каком настроении вам лучше пишется? Поэту, по-моему, плохой погоды нет, как сказал Виктор Тлябичев. Поэтому для нас погода не имеет значения. Там мы можем под градом, под дождем написать утром рано, при пении птиц, допустим. Можно проснуться в середине ночи и сразу написать. Если не напишешь, это как птица улетает и не вернется. Вот у нас такое состояние поэтов, интересное, душевное такое. Неужели бывает так, что вы прям вот 20 стихотворений можете за день написать? Ну, раньше я вообще больше писал, но сейчас, конечно, раньше я писал вообще стихи больше о лирическом, о любви. А сейчас стихи более такие философские, глубокие в содержании. Стараюсь как-то привлечь читателя. Взрослеете? Взрослею. Что касается вот этого сборника в преддверии Новолуния, здесь по большей части философия? Здесь есть и лирика, здесь есть и философия. Здесь в основном лидирует гражданская тема тоже. И вообще эта книга в основном интернациональная. Здесь есть посвящение великим людям, актерам даже есть посвящение. То есть вот эта интернациональная тема меня всегда волнует. Это, я думаю, мы все под единым Богом, поэтому должна быть дружба и взаимопонимание народов. Башир, вот сколько лет вас знаю, наверное, из всех моих знакомых поэтов, вы самый такой поэт, который очень часто пишет посвящение. Вот по какому критерию вы выбираете своих героев? Кто это может быть? Кто это должен быть? Мне обычно некоторые говорят, что чересчур много посвящения делаешь. Но почему бы не делать посвящение, если человек добрый? Если он отличился чем-то в труде, там, быту и так далее. Если человек народа, человек народа, человек своей родины, своих гор. Таким людям можно посвящать. Я вот посвящал Балуэ стихотворение. Спасибо. Вот. Там четверостища. Но там, что хотел сказать, я вкратце сказал о нем. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо большое. Что касается, опять-таки, вот этого сборника, я его совсем недавно увидела, буквально на днях. И, как всегда, в нем двуязычие. На русском языке и на карачаевском языке произведения. На каком языке вам легче выражать свои мысли? Вы знаете, иногда бывает на русском стихи идут отлично. Даже бывало, что я поэмы писал на русском. Это зависит от вдохновения. А иногда на своем. Бывает, излагаешь свои мысли, на своем легче. Иногда на русском легче. И там, как приходит. Она приходит, как этот, садится, как птица. Вот. И сверху откуда-то идет. И мгновенно вот это вдохновение, и мысли приходят сразу. И перо начинает действовать. Просто далеко не каждый человек может писать на двух, трех, на разных языках. Как правило, человек мыслит и пишет на одном языке. Я считаю, что это большой труд. Скажите, а у вас бывает так, что вот очень плохое настроение, и вас спасает ваше творчество? Вы написали, вы излили душу. Вы знаете, творчество всегда спасает. Когда нет настроения. Особенно. А когда дни радостные, такие порывы души, такие прекрасные, тогда тоже пишется. Но когда чувствуешь там добро, зло, там тоже идут стихи. Там уже другие стихи, которые берешь молот и начинаешь бить по наковальне. Просто многие поэты говорят о том, что они в этот период, когда писали то или иное стихотворение, были несчастны. Почему так? Ну, это от того, что поэты – это другие люди, необычные какие-то. Вообще, люди искусства, литература, у них особенно отличие. Простой человек может пройти, посмотреть на камень и пройдет, вот стоит камень. Или дерево стоит. Поэт пройдет, или художник пройдет. Они посмотрят, они до ниточки, до этого, они до корней аж будут это дерево описывать. Поэтому сравнивают, например, с людьми, со всеми этими предметами мира. И еще говорят, что поэт не должен быть понятен всем. Он бывает часто непонятым. Как вы считаете, можно ли научить любить поэзию? Поэзию любить, научить можно. Для этого надо больше показать красоту окружающей природы, человеческой души и многие такие позитивные явления. Поэтому человек, который не любит поэзию, я думаю, он ограничен от всего. Не каждый поэт, современный поэт, он увлекается фольклором. Вот он пишет по наитию. Вот пришла муза, пришло вдохновение, он написал. Но при этом он как бы не интересуется своими корнями. Вы же отличаетесь тем, что вы очень много лет занимаетесь фольклором. Помимо того, что, естественно, вы пишете песни. Основой моего творчества во все это является фольклор. И, конечно, сказания стариков аульских. Вот это все мне помогло как-то становиться поэтом. И окрыляет вообще. Вот эти старинные песни, когда я их слушаю, слышу, там героизм, патриотизм. Там такое описание природы, описание человека. И вообще так прекрасно. И поэтому я вот недавно услышал, там, наша девушка Горянка Алботова Марьяна, да. Вот она успехов добилась, большого успеха. Да, народная песня фольклорная. Именно народной песней «Переселение карачаевского народа». Вот. И эту песню, по сказаниям стариков, я слышал часто, что эту песню написал Батчаев Юнис Каракёзович. Это брат Мудалифа Каракёзовича. Вот он написал эту песню. Это всегда говорили старики. Вот. Я поздравляю эту девушку, Горянку. Это были сказители, да? Да. Да. Просто песня называлась, как народная, да, называется. Но однако их, это какой-то люди, как-то вот один автор придумывает какие-то куплеты. А потом и другой, ну, идет. Присоединяется. Да, да, присоединяется, это как чаша проходит по рукам. Ну, в каждом народе были в свое время сказители. Сказители, да. И с поколения в поколение все это передавалось. Да, насколько я знаю, это была одна из самых старинных песен. И, конечно, очень приятно. Эту песню она исполнила очень с таким этим, что невозможно равнодушно слушать. Это у всех там... До мурашек. До мурашек слезы у всех были. Ну, эта тема касалась всех нас. И много дальнейших успехов в ее творчестве. Сегодня что прочитаете для наших зрителей? Ну, обычно у меня этот... В переводе Федченко у меня Николая Шахтер из Донбасса. Он моих 24-ти же перевел. Он сам, по-моему, тоже любитель поэта. Вот. Ей он таки как-то интересно перевел. Вам нравится, как он переводит? Да. Я неустанно думал о тебе. Километраж раздумий не посчитан. Как огненный поток в моей судьбе. Весь разум мой, тобой отмой пропитан. Вот он так... Как всегда четверостишки. Да. Да, я знаю, что вы этот размер очень любите. И поздравляю вас с выходом новой книги. Желаю дальнейшего творческого вдохновения и успехов вам. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. Удачи вам. В этом году, в День Победы, казаки войска Донского и Кубанского казачества прошли маршем по Красной площади Москвы. От нашей республики в этом знаменательном событии приняли участие представители баталпашинского казачьего отдела Александр Шумель и Михаил Шинкарев. По приезде они поделились своими впечатлениями. У нас отбирали по параметрам. В основном это был рост, потому что нужно сделать единую коробку. Потом идет состояние характер, потому что не все выдержат такой нагрузки физической, моральной. Я в казачестве состою уже больше двух лет. Для меня была честь выступать на параде 9 мая. Идти в кубанско-казачье общество, в 8, идти в составе коробки 9 мая. До сих пор я еще не осознал всю полноту, всю силу этого мероприятия. Побывав в Москве, я был поражен этой силе, этой мощи. Это когда на Красной площади стоит больше 10 тысяч человек. И все заняты одной задачей – пройти с достоинством, с честью. Поздравить наших дорогих ветеранов с Днем Победы. Низкий поклон нашим ветеранам за возможность свободно дышать, свободно думать. Я скажу, заслуга наших ветеранов не только в рамках России, мне кажется, в рамках всего мира. Я пожарный, 16-я пожарная спасательная часть Дагихабля. Поэтому хотел бы поблагодарить свое руководство, руководство главного управления МЧС России, Галла Коленко и Александра Федоровича, что позволили мне, доверили участвовать в параде. Я надеюсь, я их не подвел. Буду с гордостью нести имя сотрудника МЧС. Ты жизнь начинаешь не с первой страницы. Твой род книгу жизни писал до тебя. Ряды поколений плели словно спицы, твою родословную день ото дня. Проект «Генеалогическое дерево рода», над которым работала школьница Ирада Тлимахова из Алибердуковского, стал лучшим в национальном конкурсе, проведенном общественной организацией Адыгабзехасы по сохранению и развитию адыгского языка и литературы имени Кази Атажукина в Карачаево-Черкесии. С победительницей встретилась Фатима Даурова. Восьмиклассница Ирада Тлимахова из Аула Алибердуковский теперь уже наизусть знает семь колен своего рода. Ближе к корням родового дерева размещено имя прародителя ветви, к которой относится сама Ирада. Кумаль Тлимахов в конце XVIII века переселился из Большой Кабарды в долину реки Малый Зеленчук. В ауле Хахандуковский он нашел кровь и обосновался. Он поселился здесь в 1781 году. Дальше от него произошли мои предки, в том числе и мой отец. Составить нисходящее генеалогическое дерево – задача не из простых. В случае с этим методом родословное идет от определенного предка, постепенно переходя к потомкам. Он подходит не всем, а только лишь тем, которые очень хорошо разбираются в истории своего рода. За время подготовки к конкурсной работе Ирада и ее наставник и учитель Марина Тлимахова стали настоящими знатоками своей ветки Тлимаховых. Я считаю, что нужно знать свои корни, нужно знать тех, от кого мы произошли. Я, например, произошла от Кумаля. Я очень ценю то, что я знаю свои корни. Я очень горжусь своими предками. Наша задача, чтобы молодое поколение знало своих предков, откуда они произошли. И вот я с интересом работала с ученицей, которая готовила этот материал. Работа шла на всех фронтах. И Раде помогали старшие в роду. Сохранившиеся истории от дедов передавались юной исследовательнице. Старые фотографии из закоулков семейных альбомов, копии архивных документов дополняли ее проект. Ведь в номинации, где она хотела стать первой, прежде всего оценивалась насыщенность работы фотографиями и документами. Люди, которые работали над этим, встречались со старшими людьми, которые много чего им передали. И Кимахов Мухаджир, как я знаю, ездил и в Кабарду, и в архивах он много работал. Он собрал богатый материал по этому вопросу. И они сделали большое, огромное дерево. Составляя генеалогическое древо семьи, Ирада узнала об именитых людях в роду Климаховых, которые считаются вторым по количеству в родном ауле Алибердуковский. Проследила, какие профессии были распространены в семье. Я узнала много интересного в ходе этой работы. Я узнала много своих родственников, которых не было в нашем ауле. Я узнала много достопримечательностей, которые мой дядя построил. Узнала много нового о профессии моего отца. Ирада всегда любила проводить расследования и докапываться до истины. Работа над проектом удовлетворила эту потребность познания. И теперь она знает истоки своего происхождения и смело смотрит вперед, навстречу будущему. С появлением интернета многие журналистские издания изменяли свою работу. Сегодня любой человек может получить различную информацию без особых затруднений. Абсолютное большинство людей свободно пользуются современными технологиями. Мы узнали у жителей нашей республики, как часто они смотрят телевизор и где черпают ту или иную информацию. Ну, раза в два в неделю точно. Вот сейчас, особенно когда проходил Евровидение, каждый день смотрел. А почему так мало смотрится вообще? Чем это обусловлено? Учеба, наверное, и нехватки времени на это. Множество программ сейчас присутствуют на Ютьюбе и на других видеоплатформах. И чаще всего я смотрю там. Часто я не знаю, но смотрю это систематически. Смотрю интернет, все смотрю. А больше любите получить информацию через телевидение или через интернет сейчас? Это через телевидение и через интернет. Оба мне интересны. Информацию я получаю в основном из интернета. Вот. Ну, телевизор тоже смотрю. Особенно, ну, наши местные каналы. Да, ГТРК, ХС-24. С появлением интернета меньше? Конечно, меньше. Меньше, безусловно. И даже фильмы стараюсь смотреть по интернету, потому что там меньше. Там нет рекламы. Телевизор смотрю очень редко, буквально раз в неделю, может быть, два максимум. Скорее всего, через социальные сети больше получаю информацию. Так удобнее, так быстрее. Потому что телефон у нас всегда с собой. Частнее всего не по телевизору, а по интернету, по телефону, а иногда по газетам. И я считаю, что больше информации получаю не по телевизору, а по газетам, моему мнению. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну, а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня и до встречи.